Кстати, в этот раз подсъемок красивых не будет, потому что сильный снег был и камера запотела. Она изнутри запотела линзой, поэтому я не смог. Зато есть вот такая кошечка, которая не хочет сниматься. Здорово всем, друзья! Очередное видео. Как вы видите, погода просто офигенная. Я просто вышел в самый пик погоды для того, чтобы снимать видео. И видео посвящено такой теме, как жизнь после смерти. Естественно, конечно, антураж не подходит, но в принципе это хотя бы новая локация, на которой я еще не снимал видео. Ну, понимаете, о чем я, да? Просто мне до этого не удавалось снимать здесь видео, потому что здесь постоянно кто-то лазит. Постоянно малые какие-то лазят, тут эти школьники, они же любят всякие заброшки и прочее. А это хоть какая-то новая картинка для вас будет именно в плане того, что реально я все время на одних и тех же местах снимаюсь. Смысл в том, что я вот, допустим, считаю, что после смерти ничего не будет. Те люди, которые верят в реинкарнацию, там, прочее, что перерождение, ты в следующей жизни будешь собакой, там, или кошкой, птичкой, или еще кем-нибудь. Это все, мне кажется, ерунда полная. Я, во всяком случае, в это не верю, но может быть и такое. После смерти, мне кажется, все будет явно не хуже, чем сейчас, конечно, если верить, там, во всякие, там, ады и прочее, вот это вот все. Ну, понимаете, о чем я, да? Типа ты будешь в котле вариться. В любом случае, каждый человек грешен, отталкиваемся от веры, то, если ты, допустим, кому-то чуть-чуть позавидовал, да, если даже ничего плохого не сделал, только если ты позавидовал кому-то у себя в уме даже, то это ты уже согрешил, ты, по сути, уже попадешь в воду. Эта тема такая, знаете, довольно-таки спорная. Много споров, много теорий, там, прочего по поводу этого. Очень сложно судить, потому что я это еще не испытывал, но вскоре я это испытаю, это каждый испытает из нас, кто есть. Но на самом деле, конечно, не хотелось бы то, чтобы люди вообще зацикливались на таких вопросах. Почему вообще у людей возникают такие вопросы по поводу того, что будет после смерти? Вы живете сейчас, живете сейчас, зачем вам думать о том, что будет после того, как вы умрете? Когда вы умрете, уже все, все равно, вам уже пофигу, вы уже все, лежите в могиле, то, что тут уже какая-то суета происходит, это все ерунда. И те люди, которые пишут мне, типа, ты вот занимаешься ерундой там и прочее, ты там, типа, снимаешь вот эти видео, там, это никчемно, никому не надо. Типа того, что ты там еще татуировки на лице сделал, ты, типа, изгой, ты там никто, ничтожество и прочее. Мне нравится то, что есть такой фидбэк, даже негативный, и в том плане того, что я говорю, вы думаете, что вы живете жизнь, а на самом деле вы просто существуете, вы оправдываете своими действиями, любыми, какими бы они ни были. Хоть у вас там миллиард долларов, вы оправдываете для себя самого свое существование. Так что говорить о том, что я там что-то сделал не так, это лично мое дело, поэтому я как бы... Ну это такой, знаете, как первый ответ таким лайтовым хейтерам, которые чуть появились у меня в комментариях, это ерунда на самом деле. В общем, жизнь после смерти, верю ли я в нее? На самом деле нет. Я думаю, что после смерти будет ничего, а там дальше уже увидим. Не знаю, на самом деле. Я, кстати, хотел записать это видео на кладбище, но потом подумал, что это будет реально очень плохая идея, потому что, ну, типа, блин... У нас почему-то в России все относятся к тому, что на кладбище снимать видео и фотографировать нельзя. А в Америке, там, в других странах Европы снимают клипы на кладбище и прочее, то есть, ну, блин, как бы... А какая разница? Я же все равно не разрушаю могилу, там, не оскореняю ничего. Я просто записываю видео, не понимаю вот этих военных стандартов. Пить на кладбище можно, типа, выпивка это по-любому грех, как бы, кто бы еще не говорил, да? Музыку играть на кладбище можно, да? А вот просто снять видео какое-то безобидное на кладбище, даже если фон будет сильно замыленный, это нельзя. Я этого не понимаю на самом деле. Так что тема жизни после смерти не раскрыта для меня лично пока еще. А дальше посмотрим. Ну, сами понимаете, все бывает в жизни у нас. Еще один, кстати, такой вопрос, один насущный, довольно-таки. Вы извините, что этот звук такой плохой, потому что постоянно снег стукает по этому, по петличке, и я, типа, не могу никак ничего с этим поделать. Надеюсь, звук все равно будет нормальный. Видите условия, какие снегопады? Кто еще выйдет в такую погоду снимать? Только такой блогер, как я. Сами понимаете, сумасшедший. Еще такой вопрос интересный. Вот если бы мне осталось жить, допустим, неделю, да? Что бы я делал? Вот что бы вы делали? Допустим, ответьте мне в комментариях. Допустим, мне интересно было бы услышать ваше мнение. Вот если бы вам осталось жить неделю всего лишь, или вот мне, допустим, осталось бы жить неделю всего лишь, что бы я делал? Что-то сделал такое, что я не сделал в жизни никогда, зная, что я еще буду жить долгое время, и то, что, может быть, какое-то наказание за это мне будет. То есть я бы, наверное, сделал что-то такое прям вообще wild, ну, понимаете, еще у меня английский. English is very good. Наверное, что-то такое прям плохое попробовал бы, наверное. Если бы я точно 100% знал, что через неделю я умру, наверное, я бы эту неделю прожил по полной. То есть не так, как я все время в затворничестве и прочее, а вот именно прожил бы по полной, как только можно. Ну, понимать, о чем я, да? Поэтому я думаю то, что... Да я думаю, каждый человек бы... Ну, кто-то может сказать, конечно, я, наверное, побольше бы с родными там провел времени и прочее. Да, наверное, это было бы так, но и только последние несколько дней. Или, наоборот, первые несколько дней. А потом бы я пошел в разнос просто, и все было бы очень жестко. Ну, вы понимаете, о чем я. Если человек знает, что он умрет, то ему нечего уже терять, как многие люди и делают, в принципе. Хотя вот, опять же, те же суицидники, да, они же знают, что они умрут завтра, допустим, да, повесятся. Ну, или как-то спонтанно это происходит. Многие планируют это, у некоторых спонтанно. Они же не идут, не грабят, не убивают, знают то, что если он сейчас кого-то там изнасилует, убьет, ограбит, потратит эти деньги, прогуляет. Он все равно умрет завтра, так что он избежит наказания по-любому. Поэтому я думаю то, что вот, наверное, если бы неделя осталась, скорее всего, это я так сейчас говорю. А если бы это меня коснулось, наверное, скорее всего, я бы ничего не делал. Так же и жил бы, как и жил бы. Просто я бы радовался, наверное, даже. Потому что я знал, что наконец-таки все эти мучнения, которые происходят со мной в моей жизни, они закончатся. Вы понимаете, о чем я, да? Поэтому, как бы, вот такой вот ответ. Не знаю, может только у вас, может быть, другое мнение по этому поводу, но лично мое мнение. Нужно в жизни попробовать то, что ты еще ни разу не пробовал. Просто вот, опять же, у меня в жизни не было ничего такого, чего бы я не пробовал в жизни еще ни разу. Ну, конечно, вы скажете там, ты там не путешествовал, еще что-нибудь. Это все мелочи, знаете, это уже можно так придраться к чему угодно. Абсолютно все в жизни попробовать нереально. То есть, ну вот, хоть сколько тебе времени дай, абсолютно все в жизни попробовать нереально. Так что, наверное, скорее всего, вот эту неделю я бы что-то бы, ну, точно бы делал. Точно не сидел бы дома. А может быть и сидел бы дома, не знаю на самом деле. Смотря как у меня настроение в голове бы было. Может, я впал бы в депрессию, наоборот, из-за того, что я знал, что я умру. Или, наоборот, радовался тому, что наконец-таки все закончится. И, наконец, я могу делать то, что я захочу реально. И никто меня не осудит, потому что мне все равно через неделю умирать. Ну, понимаете, о чем я, да? Еще один такой насущный вопрос. Что вообще в последнее время я делал впервые в жизни? То есть, я уже в жизни попробовал очень многое. Очень многое то, что даже из тех, кто на меня подписан, наверное, не пробовали в жизни. Очень плохие вещи пробовал, очень хорошие вещи пробовал. Ну, все так можно назвать их. Последний раз я что-то новое делал. Реально, что меня прям, ну, реально я могу сказать, что это что-то новое. Это было, наверное. Это заставляет меня задуматься. Значит, у меня настолько скучная жизнь, что я ничего не могу реально вспомнить. То есть, я ничего нового вообще абсолютно не делал. Шесть лет назад. Это было шесть лет назад. То есть, шесть лет назад я попробовал кое-что. Что, в принципе, ну, сами понимаете, было для меня реально новым. То есть, я до этого именно мечтал об этом, но вот именно шесть лет назад я попробовал это в первый раз. И это было реально что-то новое, что в мою жизнь привнесло некие изменения. Ну, так скажем, оно придало мне немного уверенности в себе, что ли. Ну, понимаете, о чем я, да? Шесть лет прошло, и ничего нового абсолютно я не испытал. Ну, конечно, было после этого еще у меня были отношения там и прочее. Это можно назвать тоже чем-то новым, но это как-то постепенно идет. Это же не происходит прямо вот как за секунду, да? Там, допустим, если что-то испытать, там, прыгнуть с парашютом, это же не постепенно происходит. Ты же это сразу делаешь. А это отношение, это как бы тоже новое. Но это я не расцениваю даже как что-то такое, что в жизни моей что-то значило сильно очень. Ну, я имею в виду в плане того, что это что-то прямо такая какая-то эйфория была и прочее. Это было и было. Ну, вы понимаете, о чем я, да? У каждого человека проходит через эту дрянь, и вообще это все ерунда полная. Вообще, на самом деле, я рад, что сегодня никто сюда не пришел, сегодня я один здесь, потому что летом, вот летом реально сюда приходить, это только если с кем-то кого-то фотографировать. Потому что если ты сам придешь с камеры снимать, тут постоянно вот эти малые лазят, постоянно будут мешать тебе. Они постоянно здесь что-то курят, бухают и прочее. Это такое место чисто, знаете, классическая заброшка. Поэтому я даже рад, что в такую плохую погоду я смог хоть как-то прийти сюда и хоть что-то записать. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Вот такое вот видео получилось. Не знаю, ответил ли я на эти вопросы или нет, просто мне эти вопросы были интересны самому лично. Это такие немного психологические, так скажем, вопросы. Может быть, это возможно кто-то скажет, что типа ты снимаешь уже, лишь бы снимать. Нет, на самом деле я снимаю просто потому, что мне хочется снимать, а не потому, что я просто снимаю, лишь бы снимать, лишь бы что. Поэтому всем спасибо за просмотр. Три лайка, если можно, подписываться никуда не надо. Телеграм тоже можете не писать мне, ничего мне вообще не надо. Просто вот, если потратили свое время, можете написать негативный комментарий, можете написать позитивный комментарий. Можете высказать свое мнение по какой-либо ситуации, что в последний раз вас радовало в жизни. Что вот такое произошло, что вот вы реально прям сильно радовали. Ну, не то чтобы радовались, а впервые это было у вас в жизни. Вот что вы испытывали впервые за последнее время. Так что спасибо за просмотр этого видео, всем пока и удачи. Смотрите, какой доги стайл. Я думал, эта собака сейчас нападет на меня. Она на меня не нападает. Она тут лазит просто. Надеюсь, она не сожрет меня, поэтому я сваливаю отсюда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok